Вашингтон Мы почему-то считаем, что с той стороны друзья. Они никогда не были друзьями. Они никогда не декларировали себя как друзья. Чего мы себя обманываем? Веками. Они стремились уничтожить Россию. Никогда они не боялись России. И нет у них никакой боязни войны. Западная цивилизация построена на культе войны. На насилие. И то, что они сейчас притворяются, это слетело в момент. Пальчиком дёрнули и вот тевтонский дух условный тут же стал возрождаться. Самое привычное русофобия. Это чувство, которое у них воспитывалось веками. Каждый век Европа собиралась и шла покорять Россию. Да для них война с нами это естественное состояние. Ну хватит себя обманывать. И сейчас, когда нам кажется, что да нет, мы сейчас договоримся, ну придёт Трамп и всё изменится. Здесь надо понимать, что Америка это продолжение всё равно той англосаксонской культуры, то есть перехватившая флаг английской империи. Не надо себя обманывать. Надо готовиться к большой войне. При этом надо чётко понимать, что в этой войне нам противостоит гораздо больше, чем у нас. Ну и на фронте, слушайте, с той стороны море FPV-дронов. Море. И высокие требования должны быть к нашему РЭП. Надо всё время развивать. И нам надо насыщать линии фронта FPV так, чтобы было не паритет, а чтобы мы превосходили. Не надо считать, что уже всё закончилось. Да, у них провалился контрнаступ. Но это не значит, что мы перешли в стратегическое наступление, вышли на оперативный простор, окружили крупные города, решили проблему. Нет. До этой стадии ещё очень-очень далеко. И Запад готовится. Готовится. Никакого расслабления. И Трамп, но он делает всё возможное, чтобы Америку разрушить. И да, действительно, мы видим, если угодно, начинающуюся войну штатов. Но опять же, не надо испытывать иллюзии. Это не война штатов с федеральным центром. Всё-таки пока основной конфликт на границе. И вопрос идёт о том, кто и как должен обеспечивать границу. Это не значит, что Техас завтра пойдёт войной на округ Коламбия. То есть этого нет. Ситуация пока не такая. Хотя, конечно, шпили там тоже есть, и их надо было бы разглядеть повнимательней.